Подрядная организация приступила к работе на улице Чайковского. На снос опасных деревьев только в одном дворе ушло несколько часов. Но, как говорят специалисты, это еще немного. Все зависит от толщины ствола. На спил одного дерева может уйти даже несколько дней. Чистка зеленого наряда курорта – процедура необходимая. Аварийные деревья уже не раз наносили ущерб сочинцам. Многометровые кипарисы, платаны падали на машины, дома и ограды. Повреждали линии электропередач, блокировали дороги. Горожане готовы терпеть неудобства ради собственной безопасности. Мы рады очень, что нам приехали и его убирают, потому что действительно боялись. Боялись даже угроза жизни была. У нас и дети бегают. Поэтому, конечно, очень рады, что администрация сразу так отреагировала, пошла нам навстречу и убирают вот это дерево. У подрядчиков полный боекомплект. Для деревьев-гигантов – подъемники. Для вывоза мусора – камазы. А для труднодоступных объектов, если потребуется, говорят, и кран пригонят. Спиленные деревья и ветки собирают и отправляют на мусороперерабатывающий завод. Контролируют качество работ сами жители и представители районной администрации. «Чисто по работе и проблемы. Это и трудность подъезда. Терево-монстры, вот как вот это. Это обязательно нужна вышка и так далее. Очень нетрудоемкий труд. Это люди должны быть специально подготовлены». Только по центральному району предстоит спилить 3000 деревьев и еще 4000 кранировать. Все работы планируют завершить к концу года. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.